Вкусы во все времена стереотипны. Есть заказ на патриотическое воспитание на эстраде, в кино. Есть заказ на ульгарщину и пошлость. Точно так же, как кто-то будет смотреть красивое эротическое кино, а кто-то будет смотреть порнуху и чернуху. Это неубиваемая история. У нас, к сожалению, очень много перекоса в сторону пошлятины. Я считаю, что здесь большая ответственность телеканалов и радиостанций. Допустим, приведу пример. Есть клипы некой девичьей группы, не хочу назвать название, где они в машине вытворяют такое, что мне страшно, если мои дети это будут смотреть. Есть перебор в каких-то патриотических, лжепатриотических, навязанных. Почему? Потому что, когда это делается неталантливо, это вызывает раздражение. Когда это делается талантливо, это вызывают те чувства, на которые это и направлено, чтобы их вызвать. Чувство патриотизма, любви к родине, гордости за свою страну, уважение к людям, с которыми ты живешь и говоришь на одном языке. Вот как уйти от этого перекоса? Ответ, по-моему, очевиден. Радиостанции и телеканалы не имеют права крутить вот ту пошлятину и муть. Как их заставить? Я не знаю. Раньше была система худсоветов. Она была плохая? Наверное, да, потому что о вкусах говорить. Но она была хорошая в том плане, что явное дерьмо не имело шансов попасть на большую аудиторию. Есть интернет. С интернетом бороться невозможно. Вот пусть они в интернете и будут, но нельзя на каналы пускать клипы такие и песни вот такие. Кто должен отбирать? Как это вообще возможно? Когда-то у меня был спор с одним из руководителей телеканала. Он говорил, мы не будем брать деньги с артистов, мы будем ставить то, что хорошее. Я ему задал простой вопрос, а судьи кто? Вот ты не понимаешь, сейчас понимаю, я был прав. А судьи кто? Ситуация нерешаемая. Все зависит от совести руководителей радиостанций и телеканалов. Если они в погоне за рейтингами не будут ставить гадость, то от этого выиграет вся страна. Спасибо. 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 Продолжение следует...